итак доброе утро доброе утро дорогие друзья сегодня у нас будет такой короткий урок всем будет ртов доброе утро кто меня видит кто меня слышит кто в 10 утра уже имеет такую привычку изучать тора о дёрне не как-то он всегда впервые заходите ага вшитадин шалом шалом всем значит сегодня как раз латкосов сегодня как раз такой эрэ в это канун канун роша шана и у нас сегодня не будет урока попертья вот чуть-чуть поговорим про роша шана и значит чтобы подойти к этому очень важному дню максимально подготовленными максимально подготовленными готовыми видно слышно хорошо все то есть сейчас у нас вот последний день года можно так сказать последний день года уходящего и мы заходим в новый цикл новый цикл сегодня будет бог судить мир так так говорит ора что сегодня будет бог судить мир день суда значит ну как его правильно праздновать что какой ритуал как правильно пройти все этапы аллаха закон это вам может сообщить любой раввин в каждом городе есть синагоги в каждом городе есть раввины в каждом городе есть люди знающие тору толдотру и новаикра тоже наверняка есть статьи или можно перепечатать 100 до утра как технологически правильно пройти по аллахе по закону этот праздник хочу сказать это день хочу сказать несколько внутренних идей таких которые помогут вам его пройти более осознанно значит как как представляется это день что сегодня перед богом пройдут все 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 вот два дня длится этот рост и шна потому что мир то большой много созданий в нем не только люди все создания в этом мире они как пройдут перед богом и значит ибо каждому вынесет приговор на будущий год вот мы друг другу желаем шанатова матука мы друг другу желаем чтобы был вынесен хороший переговор как говорят вот на выходе если на годе вечером сегодня актива выходим от ава чтобы тебя записали и запечатали в хорошей книге так раньше как выражали эту идею что каждый человек будет куда-то записан теперь но если мы говорим сейчас современным языком вот как мы сейчас понимаем что я сейчас компьютеры есть ну такая современная технология то как это можно понять каждый человек представляет собой нитей информационный код из мыслей да то есть что такое человек я это мои мысли анастасия рудковская это ее мысли и так далее да раймонд спутинец это его мысли то есть все из ирландии да представляете шашана кац это ее мысли то есть каждый человек это набор мыслей о себе и о мире и о боге то есть мы состоим все из набора идей и этот набор идей это некое такое виртуальное облако и вот интересно сейчас очень стало понятно вот где находится информация моего телефона раньше я был уверен что она находится в телефоне сейчас я в этом вообще не уверен он меня подключен к айклоуд и еще к нескольким там облакам и я не уверен сейчас что информация которая у меня в телефоне что она в телефоне она может быть и в облаке в каком-то виртуальном облаке что за облако где это облако никто но я лично не знаю где это облако да где находится моя информация точно так же точно так же мысли человека которые раньше был уверен что не только у меня в голове но сейчас я не уверен что не только у меня в голове возможно что вот это вот мысли И хранилище моих мыслей, оно находится где-то в духовном мире. Теперь есть Бог установил, когда Он сотворял этот мир, Он установил в нем понятие добра и зла. То есть добро – это то, что Бог назвал добром, зло – это то, что Бог назвал злом. И, кстати, Роша Шанава, то, что сегодня наступает вечером, это день, когда был сотворен первый человек. То есть это шестой день творения. То есть мир был сотворен, получается, пять дней назад. А человек был сотворен в Роша Шана, завтра, то есть. Вот он был, это шестой день творения, он был сотворен. И написано, что у него было все мироздание было у него в голове. То есть он был ростом от земли до небес, и он с Богом взаимодействовал прямо напрямую. То есть у него было совершенно другое восприятие мира и себя. И вот, значит, вот этот вот Адам Решон, первый человек, у него было, он был всего один день, у него было всего одно задание от Бога – это делай, это не делай. Представьте. И он в этот день, так как весь мир был у него в голове, и у него было всего одно задание, и он это задание не выполнил, то он, мир как бы упал на другую ступень. Изменился мир, потому что весь мир был у него в голове, и мир изменился. Теперь, и как было дело, да, Бог же его не судил. Бог пришел, ему говорит, а чего ты спрятался от меня, куда ты делся? Он говорит, мне стало стыдно, что я голый, а до этого он был голый, ему не было стыдно, а тут ему стало стыдно. То есть получилось так, что у него в голове произошли определенные изменения на мысленном уровне. То есть его мышление о себе и о Боге, после того, как он нарушил приказ Бога, оно претерпело изменения. И Бог ему говорит, ну раз так, раз твоя ситуация изменилась, это не было судом, это было следствием его изменения, его мышления. Это чтобы нам было понятно, что с нами сегодня будет происходить, мы вспоминаем вот эту вот историю, как было с первым человеком, с Адам Решоном в этот день, как раз в этот день. То есть получается, смотрите, какая ситуация. Вот у каждого из нас есть в голове какой-то мир, который мы строили своими мыслями. Причем строили, начиная с момента рождения. Интересно, я вчера прочитал, что Бристеров, он говорил, что понять, какой человек, его качество настоящее, можно только в первую неделю жизни человека, когда он еще совсем маленький. потом уже человек слепок из того, что на него налепили окружающие люди. То есть после первой недели жизни его уже начинают формировать, формировать. Кого-то запеленали, связали, кого-то обнимали, целовали, кого-то там в воду холодную окунали. То есть каждые родители и окружение начинают уже формировать человека под себя. Только первую неделю жизни он такой, какой он есть. Его качества вот эти изначальные. Теперь, значит, мы подходим к Роша Шана. Последний месяц надо было обдумывать себя, как бы обдумывать себя, вспоминать все свои истории о себе, о мире, о добре, о зле. И себя спрашивать, совпадают ли они с Торой, с представлением Бога о добре и зле. То, что Бог сказал. Это как бы была работа предыдущего месяца. Теперь в Роша Шана нужно зайти, уже вот сегодня то, что вечером наступает, с каким-то решением о том, каким я больше не хочу быть, каким я собираюсь быть в будущем году, чтобы когда Бог просмотрит каждого из нас в первый день, вот сегодня вечером начинается этот просмотр, чтобы Он вынес решение, то, что называется судом, на базе твоих решений, то есть на базе решений каждого из нас Бог принимает решение, но можно, Он утверждает, то есть Он записывает в книгу, написано, Он записывает в книгу и запечатывает печатью. Потом, правда, есть 10 дней, когда можно изменить это, то есть еще 10 дней, эта запись, новая запись, она не точная, ну как бы она меняется, но через 10 дней наступает Йом-Типур, все, и человек себе сформировал будущий год. То, что называют на Востоке карма, у нас это называется судьба или то, что человек себе сформировал в будущий год. Что из этого следует? Мудрецы нам посоветовали, что сегодня всю ночь, ну всю ночь вечером, и завтра, эти два дня, самое важное, это хорошие пожелания. Хорошие пожелания друг другу, хорошие пожелания себе, хорошие пожелания, хорошие мысли, ничего плохого. Почему? Потому что сквозь тебя идет божественный свет, то, что ты себе надумаешь, что тебе и будет. Это как, очень важно, то есть те, кто хотят поменять свою судьбу, они как раз, вот эти вот два дня предназначены именно для этого, поменять свою судьбу. Те, кто не знают об этом, они эти два дня проживут так же, как они живут обычно, потому что если мы проследим обычный день обычного человека, именно из этого дня складывается вся его следующая жизнь. То есть, когда человек, мы все автоматически, и надеяться на какие-то изменения очень сложно. Человек делает все время одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но, если в эти два дня, если в эти два дня сделать что-то по-другому, принять решение, поставить цели, увидеть себя новым, принять решение, избавиться от каких-то, от каких-то своих качеств, которые тебе мешают, и именно приняв эти решения, прямо вот их держать у себя в мышлении, в голове, в пожеланиях и так далее, то можно перейти на новый цикл. То есть, это день сотворения человека, это день, в который, как называется, рожь ашана, голова года. Как у человека его голова, она является основой всей его жизни, и голова принципиально отличается от других органов. Рукой я могу на метр дотянуться, ногой я могу на метр дотянуться, головой я могу прилепиться к Богу, я могу дотянуться куда угодно. В своих мыслях человек может дотянуться куда угодно, представить что угодно. И поэтому голова года, это совершенно другая сила влияния на год, чем все остальные дни, остальные даже праздники, которые будут уже в течение года приходить, поэтому, чтобы долго не тянуть, сейчас как раз я должен идти вниз после Шахарина, после Шахарита, вот была утренняя молитва, сейчас снимание обетов, то есть это такой специальный ритуал, когда ты вспоминаешь все свои обещания перед Богом и просишь, чтобы люди, раввины, да, они тебя освободили от этих обещаний, если ты, не дай Бог, их нарушил, и ты, как бы, твое искреннее раскаяние, оно снимает с тебя вот эти вот все твои обеты, потом ты берешь обещание на будущий год не брать обетов, то есть говоришь, что обеты мои несущественные, потому что очень страшно с Богом вступать в обещания и потом их не выполнять, это сейчас у нас, поэтому я должен сейчас идти снимать обеты, если у вас есть возможность пойти к раввинам в своем городе, в синагогу, пойдите, сделайте этот ритуал, снятие обетов, снятие обещаний, еще есть время сесть и обдумать, от чего вы хотите избавиться в себе, в своих мыслях, в своем отношении к жизни, к людям, к Богу, и что вы хотите, да, сделать на будущий год, чтобы у вас было, когда вы входите в Рошашина, чтобы у вас был конкретный план, пускай он будет небольшой, чтобы все запомнить, но должно быть конкретное решение, я хочу быть вот таким, я хочу так приблизиться к Богу, я хочу быть таким, и не хочу быть другим, но лучше сейчас сосредоточиться на переднем приводе, на том, каким я хочу быть, интересно, в Рошашина нету никаких там ведуев, исповедей и так далее, то есть в Рошашина мы переходим на передний привод, только то, каким я хочу быть, только то, что я собираюсь делать, только позитивные пожелания, только позитивные решения, только вот мысль, только в позитивном ключе, каким я хочу быть, каким должен быть мой год, и то, что вы желаете другим, естественно, оно к вам возвращается, и с Божьей помощью, чтобы вы желали другим много хорошего, в этот момент вы произносите эти слова, и вы желаете себе много хорошего, я всем желаю, чтобы будущий год мы провели в изучении Торы, в служении Всевышнему, в четком понимании, что главное в этом мире, это то, насколько ты близок с Богом, насколько ты выполняешь Его волю, и чтобы Бог нам давал очень хорошие условия для того, чтобы мы к Нему приближались, обычно Ему приходится нас где-то дергать, где-то бить, где-то создавать страдания, чтобы мы получили хороший год, но мы желаем, чтобы был год хороший и сладкий, чтобы хорошее приходило только слабым, сладким путем, чтобы не приходилось нам через страдания пробуждаться для служения Всевышнему, убежать, молиться, просить Его, чтобы мы и так были, вот именно для того, чтобы, чтобы мы действовали не из-за чего-то, а для чего-то, с Божьей помощью, чтобы мы продолжали расширять воикра, воикра и возвал, то есть Бог к нам взывает, мы должны понять и передать это другим вокруг себя, в первую очередь должны евреи все вернуться к Богу, то есть это народ священников, обязаны служить Богу по полной программе, во вторую очередь все люди должны вернуться к Богу и быть добрыми, хорошими и служить Богу по полной программе, значит, из Божьей помощи будет у мира все хорошо и у нас, у каждого будет все хорошо, все, удачи, успехов, спасибо вам, что вы присутствовали в течение года на уроках, кто присутствовал, Борис Маляров много присутствовал, огромное спасибо, есть хорошая заслуга, Анна, ну, в общем, все, вот, кого я вижу, всем хорошего, прекрасного года, спасибо огромное Якову Шатадину, который, он развивает портал воикра и очень много для него делает, приглашает в Равина, организовывает все, то есть спасибо огромное, и всем, всем, вот, Зурапа Слонян из Германии, всем, кто регулярно приходит, учится, поддерживает, особенно тем, кто поддерживает портал воикра, мы собираемся расширяться, и каждый, тот, кто поддерживает финансово или поддерживает, делится уроками и так далее, всем огромное-огромное спасибо, и что Бог вам дал силы для того, чтобы делать больше добрых дел, тоже очень важный такой лайфхак, когда вы хотите, чтобы Бог вам помог в этом году сделать сильнее и мощнее, то подумайте, какую хорошую цель для мира, для Торы, для Всевышнего вы можете сделать, какое взять на себя вот такое дополнительное служение, которое вам, которое вам, для которого Бог вам и даст силы, все, всем удачи и успехов, и еще раз для себя сделайте три коротких вывода, что самое главное сегодня вечером, для меня самое главное, это четко знать, что я хочу улучшить в своей жизни и связать это со Всевышним, Сторой, чтобы это было именно исходя из Сторы, наоборот, второе, чтобы были только позитивные мысли в течение ближайших двух дней, мысли, пожелания, держаться в этом, и третье, третье что? Третье, это два, вот все, два мне главное, знать, что хочу и держаться в позитиве в течение двух дней, держаться в новом вот в этом состоянии, в котором я хочу прожить весь будущий год, все, всем удачи и успехов, и чтобы была божественная поддержка, всем пока!